В этой студии Виктор Назаров не был уже давно. Неудивительно, что вопросов в главе региона накопилось много. И самый первый ожидаемый, почему руководитель региона решил пойти на досрочные выборы. Глава области ответил, многие задачи по развитию региона можно решить только сообща. Для того, чтобы это сделать, нужна поддержка жителей, нужна поддержка региона. Нужно сделать все, чтобы жители поверили и вместе шли к достижению общей цели. Вот это был основной принцип, который я для себя определил, именно идти по развитию Омского региона вместе с жителями и вместе с самичами. Новый формат передачи позволил жителям Калачинска задать вопрос Виктору Назарову напрямую. В райцентре 12 канал развернул передвижную телевизионную станцию. Во время прямого включения представитель родительского комитета школы пожаловалась на состояние образовательного учреждения. В настоящее время в ныне действующей школе нет спортивного зала, нет спортивной площадки и пищеблок расположен в подсобном помещении. Детей посещают школу очень много. У нас родители такой вопрос, когда же будет построена новая школа? Спасибо. На сегодня цель и задача это детские сады, а вот с 16 года уже будет программа капитального ремонта и строительства школьных помещений. Поэтому мы планируем на 16 год в программу заложить уже строительство новой школы по городу Калачинску. Вопросов именно из районов области было подавляющее большинство. Люди жаловались на протекающую крышу в библиотеке, спрашивали, будет ли компенсация пострадавшим от паводка, почему отменили рейсовые автобусы в некоторые поселки. Многие проблемы решались во время эфира. На видеосвязи со студией были главы всех 32 районов. И Виктор Назаров в режиме реального времени давал поручения. Не все руководители районов оказались готовы к такому диалогу. Глава Новоршавского, например, очень долго не мог сформулировать ответ на простой вопрос. Когда в одном из поселков проведут капитальный ремонт теплосетей? Можете ответить на вопрос, когда будет проведен ремонт? То есть назвать месяц хотя бы или там неделю или день? Потому что очень много, так сказать, хороших слов, но вот у людей конкретный вопрос. Хорошо. Если я буду конкретен в ответе, таким образом, что у нас сегодня утвержден план подготовки к очередному отопительному сезону, который предусматривает проведение ремонтных работ. Не упустишь за бок, да? Молодец. Четко назовите мне срок, когда вы мне доложите о ремонте на этих сетях, о которых задает жительница вопрос. Срок мне назовите. Виктор Иванович, я готов буду доложить буквально по задному вопросу в течение ближайшей недели. Через неделю можно... Подождите, почему нужна неделя для того, чтобы поехать посмотреть, как отремонтировать трубу? Станислав Иванович, возьмите на контроль, отработайте, в понедельник доложите мне. Давать поручения Виктор Назаров мог сразу и областным министрам. Большая часть из них, а также глава города находились в студии. Поэтому во время программы удалось не только дать развернутые ответы на вопросы, но и взять на контроль ту или иную проблему. Теперь такие встречи в эфире 12-го канала будут проходить регулярно. А о том, как исполняются наказы главы региона, мы будем рассказывать в информационных выпусках «Часа новостей». Мария Седнева, 12-й канал.